Американские горки, гигантские качели и катапульта. Все эти аттракционы с четверга снова доступны жаждущим острых ощущений жителям Калифорнии. Парк «Волшебная гора» оператора Six Flags в 50 километрах к северу от Лос-Анджелеса стал одним из первых, кто открыл двери после почти годичного закрытия из-за пандемии коронавируса. В четверг и пятницу попасть на территорию комплекса смогли только владельцы абонементов. «Я скучал по этому месту целых 13 месяцев. Приятно быть постоянным посетителем тематического парка и иметь возможность пойти первым». «Да, я снова чувствую себя четвероклассницей. И это просто фантастика. Дети веселятся, им нужно прокатиться несколько раз и вернуться к нормальной жизни». Чиновники системы здравоохранения разрешили возобновить работу парком вне так называемой фиолетовой зоны, где действуют самые строгие ограничения. Маски и другие меры безопасности по-прежнему необходимы посетителям, рассказал Джастин Мияхиро, менеджер по общественной безопасности Six Flags Magic Mountain. «Сейчас мы работаем на 15-процентной мощности и пускаем только жителей Калифорнии». По словам Джерри Чертонио, директора по маркетингу и коммуникациям, работа парка организована так, чтобы между посетителями всегда соблюдалось расстояние. И даже на американские горках гости садятся через ряд друг от друга. «Вы увидите, как наша команда уборщиков всё обрабатывают санитайзером. В парке появились новые кабинки для дезинфекции. Куда ни глянь, везде можно обработать руки и делать это как можно чаще. Мы стараемся всё держать в чистоте». В прибрежном городе Карлсбак, юга от Лос-Анджелеса, Лего Лэнд также открыл свои двери в четверг после нескольких месяцев простоя. Готовится к приёму посетителей и другие тематические парки Южной Калифорнии. Universal Studios заработает 16-го, а Диснейленд – 30 апреля.